Саня, мы наконец-то добрались. Расскажи, как мы доехали. Доехали, сказать мне не так, чтобы быстро, но и не долго. Получилось так, что поезд на Симферополь отправляется, теперь сейчас ночь, и мы приезжаем в Симферополь на вокзал на 2 часа позже, получается, и опоздали на нужный нам автобус, и поэтому добирались с пересадками через Юпаторию, Юпатория, вот, потом поселок какой-то Черноморское, вот Стас подсказывает, Черноморское поселок, вот, оттуда уже на такси, на побережье Черного моря. Что на таможне, Саня? Сейчас ходят слухи, что забирают в армию прямо с таможни и так далее. Да, нет, все нормально, мы посмотрели паспорта, что на той границе, что на украинской, что на русской границе, просто посмотрели паспорта, и никаких вопросов практически лишних не задавали. Просили, кому едете, мы сказали просто... Мы видели, как сняли двух парней с поезда. Да, да, был случай, у одного пассажира не была вклеена фотография в 25 лет. В 45 была, а в 25 не было. Вот, и украинские парнейщики этого не заметили, пропустили его, а со стороны России уже... Уже этот номер не пройдет, да? Этот номер, да, не прошел. Парнейщики увидели, что нет фотографии, сказали, что паспорт по украинским законам, как я слышал, они сказали, этот паспорт не является действительным, короче. Какие наши планы сейчас, Сань? Какие наши сейчас планы? Мы сейчас кушаем, вот, берем, хотим взять машину, чтобы отвезли нас в то место, где, по нашему предположению, должна быть пиламида. Ага, значит, мы приехали за пиламида, я так понял. Да. Основная наша цель, это пиламида. Основная наша цель, это пиламида, да. Ну, и попутно еще будем искать, хотелось бы какой-то интересной рыбы, такая, как горбыль, там, допустим, зубарь, если будет попадаться, начнем и охотиться и за ними. Может, и лобанщика стрянем. Ну, да, чтобы, это, если будет лобанщик сейчас, то, конечно, кто же пропустит лобанщика. Ну, все, тогда. Вот такая погодка. Вон, Саня, ха-ха-ха. Ветер с северо-восток может унести в море, поэтому охота на пиламиду сейчас, наверное, отменяется. Так, Саня, покажи скорпьянку, покажи скорпьянку, которую ты взял на мной в вечер. Вот такая вот скорпьянка. А так бы голодные остались. Короче, расскажи, где наша пиламида станет. Стас, я не, я, я не... Ну, расскажи, расскажи, сколько ты отходил от берега. Стас, я не хочу, рассказывай. Неинтересно, было бы пиламида, я бы рассказал. Без пиламиды не хочу рассказывать, но скорпьянку снял, ну, и, короче, его... И до свидания, да? До свидания, да. В общем, рассказываю. Сегодня с утра, вот только вышли с воды, значит, главная цель была пиламида. Значит, первый заплыв был где-то километр, может, от берега. Трудно сказать, потому что нечем замерить. Значит, встретил я ялтинского охотника, поснимали друг друга, там, как мы ныряли, там, все такое. У меня на буе было 15 метров, потому что остальной лень запутался. И я нырял не больше 15 метров. Значит, по рыбе ноль вообще не... Встретил трех охотников, и все пустые вышли и говорят, рыбы нету. Я нырял до вечера. И отпахал, как, я не знаю кто, как конь педальный. Но, к сожалению, удача не улыбнулась нам сегодня. Вышел пустой. Видел пару... Ну, видел стаи кефали там небольшой, как бы не стрелял. Больше ничего такого толкового я не видел. В принципе, завтра обещают шторм и отжимной ветер. Наверное, охота не удастся. В общем, эти километры мы проехали, пропахали. И, к сожалению, мы не смогли взять. Вот Саня только скорпенку такую хорошую зачетную взял. Мы сегодня вечером ее приготовим. Так что, друзья, я думаю, немножко видео я выложу, как мы ныряли. Ну, это так, потому что, к сожалению, к сожалению, рыбы не было. Все, до встречи. К сожалению, чем рыбы не было. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...